Сегодня я узнал новый маршрут от моей коллеги на Манджулки. Надо сначала подняться на Мидео, сесть в Экобас и доехать до Чимбулака. Первый пункт выполнен, мы на Чимбулаке. Мы сейчас поднимаемся на Чимбулак и по тропе, мимо Ту-Юк-Су, идем прямо до Манджулки. Настоящие. Это медведи. Они почему-то лежат на столах. Они, наверное, спят, а вон несут еще медведя. У меня такое впечатление, что она хочет меня запульнуть в сноубол. Давай, в камеру. Слабо? Прям в камеру. Давай. И... У-ху! Это Space One, и Илон Маск построил скоростной туннель. Капсулу. Сюда заходишь, и через секунду ты оказываешься на пике, например, Фурманова. Дима. Короче, неожиданный поворот. Селфи-палка превратилась у Насти в кастрюлю. И передай. Сача бьюри. Мы не одни такие. Все эти люди за нами следуют. Пойдемте. Недавно стало известно, что вопреки моим страхам о клещах, клещей на Манджелках нету. И... На Манджелках. На Манджелках нету. Манджел. Тысяча лет. Нет, жилка. Это лошадь. А. Ты еще лошади. Для меня чуть-чуть можно. Крема загара. Нужная вещь в горах. Это маска. Маска для лица. Айс. Нет. Это солидный снег. Солид. Солид. Идем на Туэксу. Какой огонь. Они на самом деле вот такие. Длинные. Нужная. Нигде. Нигде. Хорошие. Да? 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 Да. 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 Гору уже все ближе и ближе. Это ворота Туэксу. Это отель Туэксу. Это президентский номер люкс. Четыре спальни. Два санузла. Фаянс. А мне кажется, это отель Туэксу. Это он и есть. Все. Заряжаемся перед главным подъемом. Сейчас по Настиным словам будет самый хардкор. Так что, шоколадка в помощь. Смотри, можем пойти по камешкам. Это будет быстрее, но сложнее. Либо пойдем в обход. Я, наверное, все-таки за то, чтобы пойти по камушкам. Зато сэкономим время. А я в обход. Ну, пойдем по камешкам. Мы выбираем сложный путь. Мы идем по камешкам. Ладно, давай обойдем. Ну, скользко. Мынжелки вот за той горой. Наскальные рисунки вот там. Так, понял. Идем обратно. Смотри, в этот раз мы выбрали более тяжелую тропу. Ой, ой, ой. Какая милота. Вообще, в этот переходный сезон довольно рискованно здесь находиться, потому что постоянные уведомления о сходе лавин. И, ну, как видно, да, то есть снег где-то лежит, где-то не лежит. В основном он уже тает. И здесь, вот где мы сейчас идем по пути, здесь даже есть могилки, то есть, ну, людей, которые в свое время здесь погибли. Почему я узнаю это только сейчас? По показаниям знающих людей сейчас будет самый сложный период. Наклон горы составляет примерно сколько градусов? Я думаю, это целых 45. А что ты там увидела? Я не увидела, я знаю же, что там здесь наскальные рисунки. Вон видно рогатые коняшки. О, щет! Я по колено залез. Снег. Это что вообще за пацаном было? Только что мы увидели бурундука или какого-то еще зверца, но, к сожалению, камера была выключена и все это время, я думал, я снимал. Такая досада. Ну, вот такой вот, наверное, на земле. Сурок? Ага. Сурки он вот так еще стоял. Ну, обычно один сурок стоит на вахте смотрит, опасность. А остальные кушают. Пришли! Ура! Вот они. Самые сладкие минуты. Мы пришли. Уинжелки. Как же без термоса обязательно. Колбаса. Но мы забыли. Что может быть лучше картошки? Картошечка. Офигеть, да. Свежее природное питание. У-у-у. Ну, дошли. Дошли. Ура! Откуда в горах у тебя платье? Здесь проходят немские баллы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повизобразничаем. У-у-у. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы спускаемся вниз. Солнце уже зашло. Здесь неожиданно много воды потекло. Она буквально переграждает всю дорогу. И мне кажется, отсюда рождается сель. Вот просто на это посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то здесь, город там. Субтитры сделал DimaTorzok